Ранним утром 26 ноября в бассейне с дюшер номер 2 состоялся последний, 15-й по счету вид круглогодичной спартакяды коллектива физической культуры, открытого акционерного общества, Мозорский нефтеперерабатывающий завод, плавание. Этот турнир собрал практически всех сильнейших пластов предприятия и очень приятно было видеть среди участников представителей целой спортивной династии Вихор, заместителя начальника нефтехимического производства Алексея Алексеевича, его старшего брата Евгения Алексеевича, начальника девятого цеха, сын которого, Алексей Евгеньевич, защищал спортивную часть ремонтно-механического производства. Хотелось показать хороший результат, это мои первые соревнования по плаванию, ну и поддерживали друг друга. Спорт, он через всю жизнь, спорт это такая же объединяющая вещь, как любые семейные мероприятия, вот оно же в каждой семье по-разному, но здесь надо понимать, что Мозорский НПЗ – это тоже наша большая семья. Вот это все как вот у нас в семье дома, так и на заводе мы поддерживаем спорт, любые спортивные начинания, вообще любые такие социальные активности, и в том числе спортивные. Конечно, надо это развивать, и вот это субботнее утро – это, конечно, такая хорошая социальная реклама. Вот так надо начинать с суббота. Суббота участники плавательного турнира действительно начали здорово. И даже не прия в расчете результат в виде занятых мест, можно сказать, что сам старт, преодоление 50-метрового треска вольным стилем, соревновательный дух – все это позволило героям нашего сюжета испытать неповторимые ощущения. Состояние физического человека говорит о состоянии его духа, и поэтому каждому необходимо заниматься, ну, хоть чем-нибудь, любимым делом. Пускай бы даже это не спорт, пускай бы это рукоделие какое-то. Мне, как человеку, ранее связывавшись свою карьеру со спортом, мне нравится поддерживать свою форму и заниматься спортом. Андрей Вячеславович, кстати, в составе своей команды топливно-каталитического производства занял третье место. А что до его достижений в профессиональном спорте, то Качиев – первый тренер олимпийского чемпиона пики на погребе на байдарках Артура Литвинчука. И тоже из числа ярчайших представителей полейского профессионального спорта наша следующая собеседница – директор спортивно-технического клуба «Старт» и мастер спорта Советского Союза по плаванию Елена Ивановна Михаленко. Здорово. Конечно, здорово, приятно удивлена. Такой бассейн. Есть с чем сравнивать. Ну, а соревнования тоже радуют, что такое количество работников завода все-таки умеют плавать и умеют здорово плавать. 17 супов. И нужно дать должное ветеранам. Тоже очень неплохо выступили, судя по времени. Дело в том, что Елена Ивановна впервые посетила бассейн после его реконструкции. И приятно было видеть лучшую представительницу в истории мозорского плавания в судейском корпусе. Но перейдем к результатам и отметим призовую тройку в состязании мужчин. Бронзовая медаль Сергей Бобр, пятый цех. Вице-чемпион Андрей Решетко, Паис. Победитель первенца с результатом 25 секунд, 39 сотых. Виталий Полушкин, пятый цех. Среди женщин в отсутствие Юлии Жары первенствовала Людмила Цверко из завода управления. Второе место у ее коллеги по команде Натальи Трахимец. Бронзовая медаль досталась Владе Сидниной из 10-го цеха. Наконец, командный зачет. И третье место у топливно-каталитического производства. Физорг Александр Владимирович Воложенец. Второе место, пятый цех. Физорг Владимир Михайлович Безняк. Первое место, Паис. Физорг Евгений Владимирович Шлюк, начальник производства, Александр Николаевич Навныка. А вместе с главным призом у дружины производства автоматизации и связи звания сильнейшая команда Мозорского нефтепроработающего завода по плаванию.